Здравствуйте! О самых интересных событиях дня, самых резонансных материалах псковских СМИ, о том, что можно посмотреть и где развлечься, я, Александра Иванова, расскажу вам сегодня в программе «Ежедневник». О мобилизации и возвращении публичной политики о 100 самых влиятельных псковичах прошлого года в новом выпуске авторской программы «Гонки по вертикали» рассказывает главный редактор ПЛН, обозреватель Александр Савенко. Частичная мобилизация, объявленная в условиях продолжающейся специальной военной операции и беспрецедентного обострения отношений России с коллективным Западом. Эту тему обсуждают везде. Сайты органов власти завалены сообщениями от родственников, призванных, СМИ пишут о допущенных ошибках и критикуют военкомов. Все это привело к резкой политизации, что фиксируют социологи и о чем в один голос говорят политологи. Образно говоря, то, что началось 24 февраля, до многих дошло 21 сентября. Полную версию программы слушайте в эфире ПЛНФМ, читайте на Псковской ленте новостей и смотрите на YouTube-канале и группе ВКонтакте ПЛНТВ. Мобилизация, отставки, неофициальный старт выборов 2023 и другие темы. Господин рейтингомер традиционно выставил оценки публичным персонам Псковской области в своем крайне субъективном рейтинге. Напомним, что у этой популярной рубрики появилась в видео-версии. Теперь несерьезную аналитику господина рейтингомера можно будет не только почитать на сайте plan24.ru, в соцсетях и мессенджерах, послушать на радио ПЛНФМ на частоте 102,6, ну и посмотреть на каналах ПЛНТВ в YouTube и ВКонтакте. Также тему мобилизации завтра в эфире радио ПЛНФМ ведущая Любовь Кузнецова обсудит с бывшим заместителем командира 76-й гвардейской дивизии ВДВ, депутатом Псковского областного собрания, полковником запаса Олегом Грицаевым. Ветеран боевых действий расскажет, к чему готовится призывникам и что нужно брать с собой при мобилизации. Понятно, что форму тебе дадут, обувь тебе дадут, но, как правило, лучше взять себе какой-нибудь горный костюм однозначно, взять себе какие-нибудь тактические ботинки, потому что те ботинки, которые выдадут, ну не всегда в них комфортно. И все равно должна быть какая-то обувь, потому что, грубо говоря, в армейских ботинках несколько суток не снимая, но многие приходят в негодность, грубо говоря. Нож взять с собой, такой многофункциональный, там с плоскогубчиками, какой-нибудь среднеохотничий нож, горелку маленькую газовую обязательно надо взять. Ну, понятно, фонарик, запас батареек. Ну, если у кого-то есть возможность взять квадрокоптер, лишним он не будет. Завтра, 5 октября, впервые гостем студии ПЛНФМ станет недавно избранный председателем Псковской городской думы Александр Гончаренко. Вместе со своим заместителем Ольгой Федоровой они в прямом эфире программы с собственной персоной расскажут о целях и задачах, стоящих перед Псковской городской думой, нового созыва, о распределении руководящих постов и новых лицах в руководстве гордумы. Такое ощущение, что последние лет 5 чиновники и различные ведомства разучились говорить по-человечески. Язык эвфемизмов, новая речь, пропагандируемая везде, где только можно. Отрицательная динамика, точка роста, локомотив развития и многие другие примеры, хорошо знакомые каждому вдумчивому читателю прессы. Одно из самых подлых, по мнению блогера ПЛН Дина Добрешут и словечек нашего времени, индексация. Почему, читайте в ее новой колонке, хорошо смеемся на сайте planpskov.ru. О прошлом и будущем Псковского планетария в эфире программы «Беседка» ведущая Дина Добрешута поговорила с директором планетария Владимиром Колпаковым. Какие культурные события можно будет посетить в ближайшее время в планетарии, слушайте в эфире ПЛНФМ. Смотрите на каналах Ютуб и ВКонтакте. Облачную погоду и небольшие дожди прогнозируют на территории Пскова 5 октября. Ожидается ветер западных направлений до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. Атмосферное давление будет низким. Напомним, ранее сообщалось, что в Псковскую область придет кратковременное потепление. На этом на сегодня все. Все ссылки на полные версии материалов, упомянутых в программе, смотрите в описании под видео. С вами была Александра Иванова. До завтра.